здравствуйте дорогие друзья мы сегодня на кухне фуд сити и у нас сегодня очень интересная тема меня зовут марина кумирина я нутрициолог и фитотерапевт консультант по лечебному питанию здравствуйте друзья меня зовут артем бренд-шеф московской ритейл компании и сегодня вместе с мариной мы будем накрывать стол для мужчин к празднику 23 февраля это блюдо для того чтобы наши мужчины долго жили первое салат у нас будет из чечевицы свеклы и руколой и смузи для мужской силы он будет с сельдереем с тыквенными семечки и с фиником а я буду готовить настоящее мужское блюдо к празднику рулет из ноги барашка туда я добавлю бекон из говядины вешенки шампиньоны и капельку инжира сделаем насыщенное вкусное блюдо чтобы все мужчины были сытыми и довольными как я уже сказал я буду готовить рулет из ноги барашка туда добавлю еще бекон как же холестерин но раз в год я думаю мужчины могут себя побаловать а потом сидеть на тыквенных семечках остальное время вот сожалению до холестерина здесь будет очень много ну я думаю что там наверное какая-то зелень еще будет присутствовать сбалансировать это все конечно я сбалансирую вешенками шампиньонами добавлю инжир как мы любим немножко нотки восточной придать и не переживай весь жир с ноги я точно срежу ну и потом благодаря моему салату и смузи я думаю что мы выровняем холестерин и все будет хорошо да хорошая мясистая нога принципе если вы хотите побольше блюда то можете взять еще жирнее но вот это в принципе хватит спасибо большое спасибо большое с наступающим вот мне сейчас нужно грецкие орехи будет купить а что ты будешь на меня буду заправочку делать с пастой из грецкого ореха и семечко тыква нужно это же очень полезно семечко для мужской силы мы будем смузи делать 23 февраля и финики туда еще положим слушай тогда я для своего барашка из твоей пасты сделаю еще тоже дополнительную подливку на масле и добавлю наверное хмели сунем это классно сочетание но я еще пожитник добавлю что пожитник стимулирует выработку тестостерона замечательная семечко пожитник я думаю весь холестерин идет когда мы сделаем столько полезного к этому блюду конечно мы поможем мужчинам дольше жить здравствуйте а будьте любезны мне вот нужен черешковый сельдерей и можно такой маленький кусочек имбиря небольшой совсем мне понадобится головка вот молодого чеснока можно одну розмарин всем известно да что розмарин и баранина лучшие друзья главной начинкой будут грибы поэтому можно еще вешенки у вас и шампиньоны попросить беру лук-шалот потому что все-таки праздник все таки лук необычный да вкусный интересный нежный такой сладенький более более сладкий ой спасибо большое спасибо вам спасибо хорошего спасибо спасибо хорошего свидания пожитник это такие семена которые стимулируют выработку тестостерона как раз подойдет нам для нашего смузи для мужской силы вот такой вот пожитник спасибо я здесь нашел для себя нужные мне хмели-сюнели и зиру которыми я буду приправлять нашего барашка друзья вот молотый кумин а редко где найти но вот здесь вот можно кстати его сразу приобрести молотый потому что не у всех есть дома ступки кофе молки и так далее на футсити есть еще вот здесь вот маленький закуток с мироторгом где кстати очень доступные цены сегодня здесь я возьму бекон из мраморной говядины объясню почему до свинину не используем свинина все таки наверное уже избита бекон из говядины как раз таки будет полезной альтернативой для завтраков да или для приготовления блюд как сегодня у меня будет использоваться в рулете для барашка здорово тут на самом деле вот так ходишь принципе можно для себя даже идти вдоль прилавков и придумать какой-нибудь свой рецепт новый конечно если есть какие-то шеф-повара где которым не хватает идей до не хватает мыслей можете сюда смело приезжать можете подчеркнуть здесь набираться вдохновение здравствуйте дорогие друзья мы с вами вновь на кухне футсити у нас сегодня супер тема праздничный ужин 23 февраля блюдо для мужчин я буду готовить дополнение к блюду артема такой салат из чечевицы то есть максимум пользы для мужского здоровья а я буду готовить главное блюдо она у нас называется рулет из ноги барашка будет состоять собственно из ноги барана мы будем начинять вешенками шампиньонами луком шалот инжиром и грецким орехом также немножко добавим тертого сулугуни и трав и обернем нашу прекрасную ногу в бекон из говядины ну а так как блюдо у нас праздничное то мы сделаем его с косточкой с бараньей косточкой будет у нас аля киевская котлета так сказать то большая праздничная главное блюдо готовить не так сложно как может показаться на первый слух и взгляд чем займемся вначале отделим мясо от кости затем косточку которая нас примыкает голени мы тоже отделим она у нас будет использоваться при приготовлении ну а первым делом сейчас я зачищу от жира жир можно не выбрасывать можно его перетопить в духовке при 150 градусов закрытой крышкой и затем процедить и использовать при приготовлении блюд ну например жарить на том же курдючьем жире вытопленным так сейчас буду готовить салат у нас салат будет из свеклы свекла является афродизиаком и всегда у нас с древних времен на руси почиталась пищи употреблялась мужчинами у нас также будет чечевица в этом салате сейчас она уже варится источник белка незаменимых аминокислот дальше мы добавим рукколу руккола нам нужно потому что здесь очень много полезных эфирных масел и заправим мы наш салат паста из грецкого ореха мы все знаем что грецкий орех по омега жирам это идеальное соотношение очень полезно для мужского здоровья а потом мы приступим уже к смузи смузи у нас будет из сельдерея все знают что здесь содержится очень много полезных веществ для мужского организма например андростерон который повышает как раз как раз тестостерон у мужчин пожитник который повышает тоже тестостерон у мужчин туда мы положим финики кладезь витаминов мы все знаем да что раньше путешествие когда отправлялись воины мужчины брали с собой что на востоке финики потому что здесь наиболее полезные собрались витамины для нашего организма ну и все это будет у нас имбирем с тыквенными семечками естественно у нас будет смузи вот и все приступаем режем свеклу свеклу мы нарезаем кубиками и потом мы добавим к ней рукколу и чечевицу и заправка и все этот салат очень быстро готовится и в нем максимум пользы для мужского организма и он очень подходит чечевица к баранину кстати оттенет как ты считаешь артем ну чечевица и баранина это вообще классика на востоке считается что мы сделаем и вначале вот здесь вот подрежем до наш суставчик будем составлять ножик и идти просто по кости если делаете первый раз то просто именно найдите косточку да где она вот начинается и идите по ней то есть паста из грецкого ореха прям свежая фреш а это вот который я сейчас буду использовать в конце вкусняшка если мы хотим сделать соус из него из грецкого ореха то его конечно лучше в виде пасты купать но нужно смотреть на состав что паста была сто процентов натуральная без добавления транжиров причем ингредиенты для нашего соуса они очень простые просто минеральная вода мы сейчас добавим ее пасти лимон добавим вот и весь соус отрезали хорошо из этого можно сделать кстати хороший бульон вкусный насыщенный так ну и сейчас просто зачистим нашу косточку которую мы будем использовать при приготовлении смотрите просто минеральная вода и грецкий орех вот тот самый лимон вкусный узбекский с тонкой кожей невероятный запах мужское здоровье зависит от нас девочки поэтому запоминайте пожалуйста вот рецепт этого салатика и дома обязательно его готовьте необходимо найти лимфоузел если лимфоузел мы не удалим то блюдо будет очень кислым горьким вот как он выглядит то есть если вот вот такую штучку необходимо будет находить в любой части барань но я имею ввиду в любой того коробка или лопатка она везде находится всегда и удаляйте марина вообще как что ты думаешь о таком мясе как баранина чем она полезно вредно стоит есть не стоит есть но с точки зрения макробиотика который я занимаюсь это продукты которые и блюда которые продлевают жизнь мы баранину не употребляем как же долголетие восточных мужчин в дагестане которые только и им питаются очень часто так говорят но мы забываем про то что они еще много зелени едят дышат хорошим чистым воздухом сейчас что сделаем сейчас мы просто отобьем мясо чтобы оно у нас было более таким плоским используйте пищевую пленку очень удобно будет не грязно сняли убрали кухню не надо потом клининг заказывать и мыть да просто тряпочкой протрете вокруг стола и все ну вокруг даже доски вот пожалуйста жизнь мужчины всегда в труде заботы как я уже сказала мы положим смузи сельдерей кстати сельдерей употребляешь конечно да я обожаю ребят маринады обожаю на сельдереи либо добавлять их в какие-то соусы мое любимое сочетание это вот сметана сельдерей и чили перец вот для курицы для шашлычка на лето можете иметь ввиду очень прикольная тема так что мы делаем дальше мы в любом случае потом будем подкручивать все это да сейчас прежде чем я буду делать начинку я немножко приправлю мясо то есть польем его оливковым маслом добавим соль добавим черный перец смело нужно еще и для цвета сумах обожаю сумах я тоже его обожаю такой кисленький до фруктовое дерево и натираем наше мясо с обратной стороны этого делать нам не нужно потому что с обратной стороны мы будем еще добавлять уже других специй у нас будет на бекон мы добавим хамели сунели да и это все уже будет запекаться немножко с другим вкусом а сейчас мы с вот здесь вот внутрь внутреннюю сторону немного промаринуем это у нас будет смузи мы сейчас к сельдерею добавим пасту тыквенную из тыквенных семечек обязательно мужчинам нужно есть тыквенные семечки вы знаете да и кстати говоря в 100 граммах тыквенных семечек содержится сынка столько сколько в 12 устрицах а я приступлю к приготовлению начинки сейчас мы нарежем шалот у нас честная чистая паста из тыквенных семечек ну и финики добавим тоже какие хорошие бывает знаешь финики какие-то выверенные сахарном сиропе вот это вот прям настоящий израильский я просто училась в израиле это у нас микс здесь у нас кальций очень нужны для нашего организма хлорофилл опять же для нашего здоровья иммунитета ну и в сочетании с жирами которые мы добавили это все начинает правильно усваиваться то что иногда мы забываем едим яблоко или едим какие-то ягоды но забываем что есть жир растворимой витамины они без жиров просто у нас не усвоится они зайдут и выйдут возьмемся за нарезку грибочков начнем с вешенок то есть я беру делаю такую вот тоненькую соломку его вот так переведем и так же как лучок мелко нарубим все очень просто очень легко чуть-чуть я оттеню наш смузи цитрусовым апельсинчиком секретный ингредиент пожитник пожитник это вообще супер вещь для спортсмена именно как пожитник помогает тестостерон спорт понимаешь то что нужно когда ты занимаешься спортом там ложечку этой пасты арахис плюс пожитник и конопляный протеин и у тебя больше подходов ты более выносливый ну и все заливаем минеральной водой без газа почему бы с утра такой коктейльчик не выпить не побежать по своим делам не выпить и не сделать утреннюю пробежку зарядиться энергией так лучок у нас потихонечку уже обжаривается грибы пока не добавляем если рано добавить грибы то грибы будут вариться нам надо чтобы был контакт непосредственно со сковородой они начали жарится цвет у нас получилось семечковое молоко да у нас получилось из тыквенной семечки сейчас вот то самое молоко который все сейчас любят растительное элементарно вода и паста ореховая вот оно молоко ну что ж смузи для мужчин который у нас сельдереем с пожитником с пастой из тыквенных семечек готов пододвинем немного лугу чтобы контакт был непосредственно с грибами здесь можете не стесняться поставить на самую высокую температуру нам надо поскорее чтобы грибы избавились от своей естественной влаги я нарезаю мелким кубиком инжир он у нас такой достаточно липкий парень как я уже сказал добавляем инжир я вот всегда для нового ингредиента которого начинаете жарить всегда завод оставляйте место в центре чтобы он вступила в контакт и поскорее начала греться что мы еще здесь делаем мы сразу же начинки добавим вкуса это мы возьмем веточки тимьяна приправим немного розмарина розмарин мы еще добавим в этом блюде я именно дам немножко хвойной нотки грибочком посолим добавим черный перец аромат от розмарина уже пошел и начинаем размешивать вот начинка уже у нас в принципе начинает потихонечку поджариваться некоторые грибочки уже имеют хороший коллер чем займемся сейчас мы начнем подготавливать наш наш так сказать подложку дан для рулетика напоминаю не обладает вкусом бекон и поэтому мы сейчас будем ему его придавать что будем делать во первых мы для того чтобы удобно вытащить веточки розмарина да мы их положим вот примерно вот здесь вот одну и рядышком вторую добавляем соль конечно же кумин то есть зира молотая можете побольше добавить кому как нравится и хмели сунели не переживайте еще раз говорю мясо если даже не целостная в этом ничего страшного нет мы все-таки готовим дома я пока соединю чечевицу со свеклой перемешаю все это начинку выкладываем на баранину то что она горячая здесь в принципе ничего страшного нет подушку такую делаем из рук раньше ведь они у нас не сажали да ну зашло мне в детстве чтобы не сажали рук на огороде аж зря зря было бы конечно растет кстати очень даже успешно надо как разрастает что потом бороться приходится я натираю сыр сулугуни все-таки мы делаем мужской рулет нам нужно побольше сочности побольше мужских ингредиентов ручками накрошу просто грецкий орех тоже сверху ну сверху как я уже говорила у нас будут гранатовые зерна смотрите даже вот хочется конечно липушку какой добавить еще но сам вот общий вот да смотри красиво дорогие мужчины здоровье вам самое главное обязательно попробуйте такой салатик приготовьте дом очень быстро вы сами видели сюда ваших глазах и самые простые ингредиенты а какой вид нарядный праздничный приятного аппетита завернули мы рулетик в бекон и вот немного тут подправим для пущей крепости мы снизу протыкаем под косточкой как раз таки косточка нам поможет его удержать вставляем с этой стороны если хотите косточку можно и поглубже берем фольгу сразу несколько слоев аккуратно выкладываем на шурлет аккуратненько мы его вот так чтобы даже немного пространство оставалось ничего страшного там ставим запекать я уже предварительно до двухсот градусов прогрел духовку ставим сейчас на часа два и затем откроем фольгу и еще 30 минут подпечем при двухсот градусов и выставим режим программы где у нас нарисован вентиляторы две полоски пара параллельные сверху и снизу это значит что у нас будет греться сверху там снизу там и еще вентиляторная конвекция будет помогать быстрее готовить нас ну а пока у нас запекается рулет из баранины я сделаю заправку а скорее даже заливку для этого рулетика когда он приготовится все у нас состоять будет из вот пасты грецкого ореха наливаем растительное масло добавляем капельки бальзамика достаточно раз мы делаем мужское блюдо такое с восточным уклоном немного хмели-сунели я сюда сразу замешаю немножко зелени чтобы именно уже было красиво когда я буду добавлять все размешиваем и у нас получится вот такая вот заправочка дорогие мужчины поздравляем вас 23 февраля готовьте себе вот такие замечательные блюда как прекрасный рулет из барашка или замечательный полезный салатик с чечевицей и свеклой смотрите поздравляйте своих друзей своих коллег и принимайте с удовольствием поздравления своих вторых половинок дорогие мужчины здоровья вам счастья благополучия любви и обратите внимание пожалуйста на наше замечательное блюдо повторяйте их учитесь вместе с нами то есть будем встречаться еще дальше и дальше и будем радовать вас все больше и больше подписывайтесь на наш канал ставьте лайки делитесь комментариями девушки пишите мнение как вы поздравляете мужчин с 23 февраля с днем защитника отечества всех поздравляем и до скорых встреч очень классно обволакивает пасты из грецкого ореха то есть она вот здесь прям офигенным дополнением выступает вот тут заправочка просто понимаешь я вообще большой любитель плотных заправок для салатов мне очень нравится сочетание вот этой вот этих консистенций когда у тебя воздушная рукава плотная чечевица и вот это вот обволакивает все какая-то плотная приятная заправка это очень нравится сам бы что-то готовлю хоть и полезно но вкусно но и и и и и Редактор субтитров А.Семкин